Всем привет! Меня зовут Леонид Максимов. Мы находимся на производстве компании Warwick. И сегодня я расскажу вам весь процесс производства бас-гитар и гитар-фрамус. Сейчас мы находимся на складе дерева. Компания Warwick имеет три больших склада. Сзади меня склад, в котором хранится дерево для Team Build, для серийного производства и частично для Custom Shop. В этом помещении дерево проходит природную сушку от 3 до 5 лет. После чего либо идет на производство, либо сушится дальше для Custom Shop отдела. Дерево в компанию Warwick поступает двумя вариантами. В двух вариациях. Первое – бревна, которые компания Warwick закупает и уже здесь распиливает. Или же большие доски, которые также потом проходят все стадии обработки и превращаются в прекрасные инструменты. Далее деревья проходят самую первую обработку, вырезаются какие-то дефекты и нарезаются на более мелкие доски, на некие бруски, которые складываются в палеты и здесь они уже проходят сушку. Компания Warwick имеет самый большой склад бубинги в мире. Давайте теперь пройдем во второй склад компании, в котором хранится дерево для Custom Shop инструментов. За моей спиной склад Custom Shop дерево, которое очень красивое, редкое. И, как вы заметили, склад уже полностью закрыт. Он имеет отдельное кондиционирование. В нем постоянно одна и та же температура, одна и та же влажность круглый год. Мы находимся в самом секретном месте завода, где, вы видите, хранится дерево для Custom Shop инструментов. Здесь дерево хранится в обработанных брусках, готовых к выпилке. Они соединяют два куска, обязательно должно быть два куска, и только потом это может быть использовано в виде тела инструмента. Волнистый клен. Вот такой вот красивый бас может получиться. Также дерево для накладки на гриф для Фрамуса и для Варвика. Это просто очень красиво. Амарелло. Это волнистый клен. Все бруски обработаны, обточены. И уже здесь досушиваются, здесь у них финальная сушка. Также в отделе Custom Shop используются корни деревьев. Вот из такого куска может получиться топ для бас-гитары Варвик. Это также волнистый клен. Здесь собрано более 10 разновидностей самых дорогих, самых редчайших пород деревьев, из которых получаются прекрасные инструменты. Первая часть завода – это грубая обработка деревьев. Поступают вот такими большими досками. Сначала это бревна. Бревна нарезаются на доски. Потом они после сушки попадают в первое отделение, в первую комнату, где они нарезаются. Собственно, из этой доски получится как минимум две доски. Для этого есть станок грубой резки, которым управляет один человек, но при этом гидравлический лифт может поднимать сам одну огромную и очень тяжелую доску. После этого крупные куски попадают во второй станок. На этом станке уже происходит более мелкая обработка и доводка превращения этого куска доски в брусок. Сразу этот станок с левой, с правой стороны и посередине вырезает дефекты. Все это обрезается с двух сторон. И нормальное свойство дерева – по середине иметь какие-то дефекты или трещины. Их тоже нужно вырезать для того, чтобы бруски были идеальные, без трещин и ровные. Вот такая доска попадает в этот станок и получается вот таких два бруска. Эти бруски отправляются на склад, где уже дальше сушатся и через несколько лет могут вернуться сюда и попасть дальше на производство. Бруски дерева попадают на резак, станок, где они нарезаются уже в более мелкие доски. Либо в такие для грифа, либо в такие для тела гитары. После этого компания Warwick тестит каждую доску на влажность. Для того, чтобы все доски, которые используются в одном инструменте, были одной влажности. Если какая-то из частей гитары или какая-то из досок будет немного другой влажности, тогда инструмент может повести и получиться через какое-то время дефект. Это один большой станок, который начинается здесь и заканчивается там. Такие вот доски складываются сюда и попадают на станок. Собственно, в этом месте происходит проверка на влажность дерева. Каждая доска получает свой маркер относительно своей влажности. Остается только от 6 до 10,5% влажности. Только это дерево попадает дальше в производство, из которого получаются инструменты. Далее в заготовке проходит обработку. Здесь они проходят более тонкую обработку, шлифовку. И на выходе мы получаем уже вот такие вот законченные ровные бруски. Каждый угол имеет строго 90 градусов. И уже это идет дальше на производство. Доски складываются полностью автоматически. И далее собираются в палеты. Здесь мы видим заготовки для грифа. Они могут быть из венги. Разной толщины. Все зависит от ширины грифа. К примеру дерева Ван Гол. Собираются три куска, которые подбираются по волокнам. И только тогда подбираются они вручную. И только тогда они уже могут идти дальше на производство. И из них, возможно, будет сделан гриф. После того, как, допустим, на четырехструнный инструмент гриф состоит из трех кусков. Как только будут подобраны эти три куска, они склеиваются. Кладется первый кусок. Далее его намазывают клеем. Второй кусок. Снова мажут клеем. И уже третий кусок. Набирают гриф примерно до сюда. Это может быть от одного до семи грифов одновременно. И прессом сжимают. Далее гриф уже будет склеен. Склейка заготовок для грифа занимает от двух до трех часов. И дальше гриф можно уже отправлять в следующую стадию обработки и подготовки к инструменту. Здесь происходит склейка древесины для деки инструмента. Всегда дека состоит из двух кусков. Сквозной это гриф или болченый. Далее намазывается клеем. Устанавливается сюда. И сверху прессом зажимается. Также весь процесс занимает 2-3 часа. Если инструмент сквозной или кастум, то дека склеивается из нескольких кусков уже струбцинами. Как только выбирается заказчиком дерево, его подгоняют. Как только оно попадает в первый же отдел склейки, тут же оно имеет свой документ, как мы видим. Этот документ, как паспорт на производстве, в котором описано все, из чего будет состоять и как выглядит инструмент. К каждому дереву прилагается такой документ. И вместе с этим документом это дерево проходит всю обработку и превращается в сам инструмент. Здесь наглядно видно, как правильно подгонять деревья, а как нет. Этот вариант неправильный, потому что здесь есть сучки. И цвет этого места дерева отличается от основного тона. Это очень важно. И это не попадает на производство. Соответственно, это все выкидывается. Это пример, который правильный и из которого можно сделать инструмент. Древесина маркируется цветными маркерами по степени влажности. Без маркера красный и зеленый. Два куска обязательно должны быть одной влажности. Если они будут разной влажности, то один из кусков может со временем уменьшиться или наоборот увеличиться. И получится склейка не ровная, а расхождение, что не есть хорошо. Инструменты стример и тамп имеют согнутую деку. Для того, чтобы не вырезать это из большого бруска, для экономии древесины, сразу склеивается под углом. И потом уже шлифуется. И мы получаем с углублением. Маркируется всегда сквозь два куска дерева маркером для того, чтобы понять, как они были подогнаны. Грифы выполняются из трех видов деревьев. Венго, клён и авангол. Это стандартное серийное производство. В отделе Custom Shop можно сделать гриф из любого дерева, посоветовавшийся с компанией. Здесь мы видим инструменты, которые уже имеют склеенный гриф и саму деку. Это сквозные инструменты со сквозным грифом. Это будущее Infinity с кленовой накладкой, кленовым грифом и кленовым телом. Каждая гитара имеет баркод для того, чтобы станок определял, что за инструмент попадает в него и что с ним надо сделать. Станки сами определяют, сколько струн на инструменте, какой радиус накладки и другие тонкости. Вот так вот выглядит дерево, которое еще не было вырезано. Просто склеенный гриф и два куска по бокам. Как я говорил, каждое дерево, каждая дека имеет свой документ, в котором все прописано. Чтобы ничего не потерялось. Когда дека склеена из двух кусков, она проходит грубую обработку и превращается уже более-менее похожее что-то на гитару. Заготовка для головы грифа готова. Теперь компания, теперь Варвик наклеивает сбоку дополнительные уши, чтобы расширить голову грифа, чтобы волокна дерева проходили через уши тоже. Эти уши сюда не подходят. Всегда гриф имеет три куска. По бокам под 45 градусов волокна идут. И посередине прямые волокна дерева. Гриф попадает сюда. Устанавливаются заготовки. И прессом сжимается. Через два часа гриф готов к дальнейшей обработке. Далее гриф попадает на палеты, где мы видим, что был проставлен маркер. И уши для головы грифа немножко приклеены не ровно, а наискость. Собственно, для того, чтобы у нас была голова грифа, имела наклон. В стандартной серийной модели сверху приклеивается пластиковая панель, в которой потом уже будет логотип. Высверливаются дырки для колков. И устанавливается анкер. С 22 до 12 лада также устанавливаются металлические пластины стальные. Для того, чтобы гриф в этой области был всегда идеально стабилен. И не было никаких проблем. Здесь мы видим уже приклеена накладка. И логотип варой. Собственно, далее гриф. Если он имеет оболченое строение, то есть не сквозной, то на каждой заготовке, по сути, с двух сторон, голова грифа. Это сделано для того, чтобы с одного куска древесины сделать два грифа. Такая заготовка попадает в этот станок, где она распиливается. Здесь мы имеем уже приклеенные накладки. Вот в тот станок попадает вот такая заготовка. Далее она распиливается таким способом. И получаются два грифа. Это сделано для того, чтобы экономить древесину и не выкидывать прекрасное дерево. Этот станок полностью также управляется компьютером. Сюда попадает заготовка с прошлого станка. Половина одной доски, то есть один гриф. Он попадает сюда и устанавливается. После чего происходит грубое выпиливание и выпиливание формы самой гитары. Когда процесс будет закончен, вот эта заготовка будет выглядеть вот так. Здесь мы уже имеем законченную грубую форму самого грифа. Здесь мы видим заготовки самих грифов. Гриф сделан из двух кусков дерева венга и клен. И клен, и черное дерево, накладка. Роберт Рухильо. Это будет бас-гитара для Роберта Рухильо, басиста Металлики. Так что вот так она выглядит за родышем. Как всегда, каждый инструмент имеет свой паспорт, который с ним на протяжении всего производства. Все данные, все данные, я сам все сделаю. Полное компьютерное управление позволяет вам иметь полный контроль и наблюдать спокойно за работой, которая происходит в самом станке. Собственно, когда сквозной инструмент уже две заготовки склеены, гриф у нас уже имеет нужную форму. Следующий станок обработки уже идет в самой деке. Устанавливается на заготовку нужная нам модель и гитары. И происходит обрезка самой деки. После чего мы получаем вот такую грубую заготовку. Она просто выпилена и еще шершавая. Еще один пример готовности гитары. Здесь гитара топ еще не вырезан. А здесь уже вырезана конечная форма. С прошлого, по-моему, года компания Warwick теперь делает крышки не как раньше пластиковые, а деревянные цвета дерева самой деки. Весь завод компании Warwick питается электричеством от солнечных батарей, ветряных мельниц. Также есть в запасе газовый баллон. И вся древесина, которая не используется, которая идет на выброс, она сжигается, тем самым отапливая весь завод. Когда гитара уже выпилена, имеет законченную форму, гриф имеет также законченный вид. Здесь заканчивается вся грубая работа завода. Такие три комнаты, где в каждой комнате один человек трудится над инструментом. Сюда попадает заготовка, которая шлифуется. Шлифуется она вот таким вот способом. Здесь уже мастера работают. Как гитары Framus, так и басы Warwick. Все производство, как только заготовки выпилены, попадает сюда. И здесь уже вручную дорабатывается. После обработки в этих комнатах инструмент выглядит уже полностью гладко. он отшлифован. Накладка грифа тоже отшлифована. Но лады еще имеют незаконченный вид. А теперь очень важный момент. Перед вами огромный станок, в котором происходит четыре действия. Этот станок единственный в мире специальный был сделан для компании Warwick по заказу. Этот станок работает с грифом. В нем устанавливаются лады. И, собственно, заканчивается отстройка грифа. Каждый гриф имеет свой бар-код. Синий лазер считывает бар-код и понимает, что за гриф перед ним. Гитара, это бас, сколько струн. что нужно с ним сделать. Дальше гриф попадает в следующее отделение. Здесь происходит шлифовка самой накладки с нужным радиусом. На этой стадии наш законченный гриф имеет полностью готовую накладку. Она полностью отполирована. Дальше гриф попадает в следующую часть этого большого станка. Здесь начинается нарезка прорезей для ладов. Дальше гриф попадает в следующее отделение, где происходит установка самих ладов. Когда лады установлены, гриф попадает в следующий отсек, в котором отстраивается анкер, чтобы гриф был ровный. И опять же все это происходит механически, отстраивается и вычисляется ровность и корректность ладов. Конечный вариант, когда гриф готов, он также механически попадает на стойку. И вы сейчас видите уже готовые грифы. После этого грифы направляются в полировочный цех, где они полируются. Вот это старая разработка, старый способ установки ладов. Вы видите, что прорезь лада идет сквозь резец. теперь же накладка не прорезается и прорезь для ладов имеет небольшой зазор. И в конце все полируется, чтобы не было никаких царапин, зазубрин и было приятно держать гриф. Та-да! После того, как наш инструмент готов, гриф полностью выпилен, отстроен, установлены лады, инструмент прошел полировку и его обработали специальным маслом. Далее можно уже красить бас. И мы находимся в лакокрасочном цеху. Собственно, несколько вариантов. это стандартные варианты серийных инструментов. Сатин и это полностью лакированный. И вариант возможности кастом шоп. Сейчас я вам покажу, как инструменты лакируются. Финальный лак достигается пятью ступенями. первое, это полировка самого дерева. Вы видите, оно собственно не покрытое, поэтому немножко загрязнений на нем есть. Первый слой лака наносят, потом второй слой лака наносят, третий слой лака и только на четвертый слой лака мы получаем финальный вариант. Компания Warwick разработала собственный лак и он уникален тем, что он сохнет меньше, чем за пять минут. После того, как инструмент покрывается лаком, он попадает в камеру ультрафиолета. Она находится за мной. Сюда вешается инструмент и по гусенице он попадает в камеру, поднимается наверх, собственно, в саму камеру ультрафиолета. находится находится там 2-4 минуты, опускается и лак уже полностью застыл. Далее начинается шлифовка лака. При этом нету никаких вредных выбросов в атмосферу, все производство занимает мало времени, а это означает, что за меньшее количество времени компания сможет изготовить большее инструментов. За мной находится стенд, на котором видно вариации серийного, серийных расцветок инструментов бас-гитар Warwick и гитар Framus. Вот я нашел такой вот пример расцветки Custom Shop. Компания Warwick имеет настолько креативные отделения Custom Shop, что вы можете заказать любой цвет и даже поставив самую сложную задачу, вы не услышите ответ нет, а вы услышите ответ надо подумать, как бы нам это сделать, и начнут спрашивать более какие-то тонкости, а как ты это видишь, а как ты думаешь и тому подобное. Это крайне приятно, что люди фанаты своего дела после покраски в полной готовности попадают в финальный отдел настройки. ну вот друзья, мы в финальном отделении компании Warwick, здесь вы видите уже готовые полностью инструменты со своими документами, которые ждут финальной отстройки и отправки своим владельцам. Здесь работают примерно пять мастеров, каждый, который выполняет только свою функцию. здесь работает мастер, который получает вот такой вот инструмент, кладет его и занимается полной установкой фурнитуры, электроники и колков. После того, как мастер установит все комплектующие на гитару, она переходит к следующему мастеру, который занимается уже непосредственно подключением электроники, отстройкой оборудования и готовности инструмента. Далее происходит финальная отстройка мензуры, высоты струн, анкера, проверка электроники. Директор Custom Shop, директор Маркус, hello, это человек, который создал все мои инструменты, под брендом Warwick и Framus. А собственно, вот это мой новый инструмент. После того, как весь инструмент прошел все этапы подготовки, происходит лазерная гравировка. Здесь пишется, что инструмент был сделан в Германии, что это Custom Shop, что это Master Build, его серийный номер. И это означает, что и также модель указывается на крышке для грифа. Сюда попадает инструмент для финального фото. Все инструменты Custom Shop имеет имеют вот такие документы. Это полный паспорт инструмента, который включает в себя такую книжку. Все подписано президентом компании. это официальный паспорт каждого инструмента и финальная фотография, которая сделана вот в этой комнате. Спасибо за внимание. С вами был Леонид Максимов и это было производство компании Warwick. А это секретная информация. Вот в этом большом отделении хранятся прототипы и все разработки компании. Чтобы что-то вышло на прилавок может быть более 20 проходящих моделей. И все это не выкидывается собирается здесь. Чтобы это никуда не ушло и об этом никто не узнал. Нам надо отсюда уходить. Всем !